Добрый вечер, дорогие друзья! Сегодня вечером я отправляюсь в Варшаву, куда приезжает моя любимая девушка, и мы собираемся три дня просто тусить по столице Польши, так что оставайтесь с нами, подписывайтесь на канал и добавляйте этот ролик себе, будет очень интересно. Погнали! Семь с половиной часов пути, и я уже в Варшаве. Столица Польши встретила меня, конечно, не самой теплой и комфортной погоды. Идет такой моросящий дождь, но я уже заранее подготовился. Мира прилетает через час в аэропорту. Я в аэропорту никогда не был, только один раз я всего лишь был в аэропорту в Минске. Встречали мы как-то итальянцев на моей работе, и сейчас это будет мой второй раз. Я вообще никогда не видел больших самолетов. Да-да, ребята, я такой вот дикий. Но я успел уже встретиться с курьером, который вот привез мне букет. Так что я сейчас прыгаю в такси, еду в аэропорт, и я надеюсь, что разберусь, где там встречать и так далее. Поэтому давайте отправляемся дальше. Путь! Быстро довез меня таксист-украинец, хорошо с ним побеседовали. И аэропорт, конечно, не знаю, большой, маленький, и не с чем у меня особо сравнивать. Сейчас буду искать место, куда, можно сказать, люди встречают своих родных, любимых людей. Будем искать, что поделать. Немножко страшно. Ну ладно, погнали! Честно признаюсь, мне пришлось два раза обойти весь аэропорт, чтобы все-таки найти выход, из которого выйдет Мира. Но она будет только через 20 минут, поэтому стоим ждем. Не знаю, может схожу еще куда-нибудь прогуляюсь, потому что это долгое, томительное ожидание. Мы не виделись три месяца, и, знаете, у меня прям такое приятное волнение, честно. Очень хочу, чтобы ей здесь все понравилось. Так что, надеюсь, это будут замечательные выходные, и ей все понравится. Сижу, жду со своим плюшевым другом. Польска! Первая мягкая игрушка, которую я подарю мире. Ну и, соответственно, вот такой букетик. Все пришлось делать оперативное. Букет я заказывал в Гожеве. Посредством Инстаграма приехал сюда. Через пять минут курьер мне звонит, забирайте букет. Я забрал букет. Сразу вызвал такси, приехал в аэропорт. Уже, знаете, такая прям беготня, и уже хочется заселиться в хостел. Он находится, кстати, в трех километрах от аэропорта. Я надеюсь, там не будет слышно, как взлетают самолеты. Но, судя по внешним и внутренним данным этого хостела, он очень даже хороший. Стою, жду возле терминала. Если честно, то вряд ли я смогу запечатлеть вам такие личные, наверное, моменты, когда долго не видишься с любимым человеком. Все эти объятия, поцелуи и так далее, будет совсем не до мобильной камеры. Поэтому заранее прошу вас прощения за то, что вы не увидите, наверное, самого Главдова. Посмотрите, какая бродяга приехала. Добро пожаловать в Польшу. Сейчас идем заселяться в хостел. Заселимся, помоемся и пойдем кушать. Да? Проведем, так сказать, рум-тур. Хе-хе-хе. Заселимся, помоемся и пойдем кушать. Пока Мира фоткает медведей цветы, я покажу вам комнату. Собственно, нас все устраивает. Такая большая двуспальная кровать, шкаф и даже есть маленький холодильник, чтобы я туда положил пиво. Отлично. Нам все нравится. Пока что сейчас быстро помоемся, смоем в себя все эти самолетно-автобусные путешествия и отправимся в город уже гулять. Погода, конечно, не самая лучшая, но я думаю, что посетить какой-нибудь, бар будет в самый раз. Да? Да. Заселились, помылись, у нас даже покушали и даже у нас в комнате теплый пол. И сейчас мы наконец-таки уже пол второго и мы идем в центр Варшавы. На самом деле не знаем, что посмотреть, потому что очень много хочется чего-то посмотреть. Но у нас завтра фотограф. Я думаю, что старый город можно оставить на завтра для красивых фотографий. А сегодня можно что-то закрытое. Я не знаю, какой-нибудь бар или какой-нибудь центр Коперника, тоже очень популярный, или варшавская библиотека. Мест в Варшаве очень много, так что будем их немножко изучать. Так что погнали. Мест в Варшаве Рядом с дворцом науки и культуры находятся вот такие песочные часы. Но там далеко не песок. Там, ребята, обувь. Мира, ты удивлена? Да, очень сильно. Хочешь, я так что-то берем? Ну, куда ты по газону? Капец. Сейчас мы постараемся... Почему обувь? Может, это... Там же написано. Почему обувь? Сейчас мы постараемся попасть на смотровую площадку и посмотреть на Варшаву с высоты птичьего полета. Здание, конечно, огромное. А я высоты боюсь. Мира, покажи билетики на смотровую площадку. Каждый билетик стоит полу-двадцать злотых. Так что сейчас посмотрим. Главное, чтобы мы не замерзли там. Да будем отогреваться потом. Кофе, чай. Любовь. Любовь. Ну, любой-то, как всегда, гриб. И сегодня особенно. Котяра приехала. КОНЕЦ Вот мы и забрались на одну из самых высоких точек Варшавы. И здесь, конечно, присутствуют вот такие вот железные заграждения, потому что, чтобы какие-то умные люди не спрыгнули вниз. Как говорится, умереть красиво и так далее. Мира, как тебе вид? Я думаю, мы в городе не увидели. Здесь пока что мы видим только, не знаю, видите ли вы, но современный, да, новый город. Я думаю, с какой-то сторон. Таким немножко... Женечку травят постоянно, обижают. Ребята, мы как в Орле и Решке нашли скамейку, которая играет музыкой Шопена. Давай. Ничего нет. Ничего не випедешь. Ну вот и послушали. Я надеюсь, вам понравилось. А может, надо батарейки поменять? Чего я как дурак сижу? Да не играю. Не фартовый день. Реально, как в Лондоне. То чувство, когда в Лондоне. На самом деле мы спустились вниз. Здесь гораздо теплее, чем наверху. Пилеты немножко, наверное, стоимость завышена за то, что там на самом деле есть. Но это надо сделать, если вы приезжаете в Варшаву и хотите увидеть город с высоты птичьего полета. Это реально надо сделать. Потратиться. Не сказать, что бы там уже потратиться. Это смешная сумма, но все равно. Нам все понравилось. Купили в мире магнитик, значок. Так что сейчас мы отправляемся в известный торговый центр под названием «Золотые террасы». Я когда смотрел их в интернете, прям я такой думаю, блин, не может быть такой торговый центр. Оказывается, можно. Первым делом, что мы сделали в «Золотых террасах», это купили покушать. Очень вкусно перевернил в другой стороны. В общем-то, фруктики здесь. Манго, киви, гранат. За манго мы еще не добрались. Ну, мы обязательно доберемся. Вы знаете, ребята, манго просто так не оставим в покое. Гуляем с мирой. Уже наступил вечер. Провели мы в торговом центре около, наверное, сколько? Двух часов. И сейчас мы решили, что этот вечер должен, ну, не закончиться, но немножко... Продолжится вкусно. Продолжится вкусно. И на улице, где, по слухам, в интернете, очень много баров. Это улица Мазовецка. И мы сейчас уже к ней пришли. Ну что, ребята, вышли мы из бара. Были порядком удивлены, что люди в деловых костюмах могут прийти и спокойно выпить бутылочку пива. Или... Бар выглядит как обычный подвал. Вы знаете, ничего в нем особенного такого нет. Голые стены, барная стойка, обычные столы. Ничего такого, что можно было бы вам показать и продемонстрировать. Главное, что там был алкоголь. Там было много людей. И были мы с мирой. Все. Мы хорошенько накидали шотами, пивом. Съели вкусную пиццу. И сейчас отправляемся еще в магазинчик. Возьмем еще чего-нибудь вкусного. И за просмотром каких-нибудь мультиков... С теплым нашим полом. Да, с теплым нашим полом, который... Я тут обычный теплый полок, где кошка полежала. Видите, какая красота нас окружает. Вот она. Потрясающие моменты запечатляются. Так что первый день, можно сказать, почти успешный. Почти. Произошла тут одна неприятная ситуация. Но я надеюсь, что она разрешится завтра-послезавтра. Так что все спасибо за просмотр. Ставьте дизлайки. И не подписывайтесь на канал. Ждите завтрашнего дня. Погнали. Пока. Субтитры подогнал «Симон»!